В каждом хозяйстве со временем скапливается огромное количество старых футболок, рваных колготок, пришедших негодность наволочек, непарных носков. Не знаю, как у вас, но у меня эта ветошь собиралась в картофельные мешки, захламляя кладовку и балкон. Просто так выбросить вроде жалко, тряпки в хозяйстве нужны. Нужны, но в таком ли невообразимом количестве? И что сделать из старых вещей? В общем, я поступила так. Самые хорошие, качественные, типа старых махровых полотенец, которыми очень было удобно мыть пол, я сложила небольшой стопкой на полку в кладовке. А все остальное изрезала на маленькие тряпочки и напомнила ими две красивые коробки. Одну поставила под раковиной на кухне, другую в санузле. Эти маленькие одноразовые тряпочки могут пригодиться, например, для убрать лужицу за котом, щенком или ребенком, убрать слой жира со сковороды, прежде чем мыть, почистить бензином испачканную кратской одежду, быстро протереть обувь, убрать разбитую посуду, вытереть лапы собаки после прогулки, протереть унитаз и прочую сантехнику, мыть кисточки после детского творчества, почистить полированные пасты и поверхности, помыть оконные рамы после зимы, использовать при мелком и крупном ремонте и прочее по принципу использовать и выбросить. При таком раскладе ветошь расходуется очень быстро и не приходится ничего хранить, стирать, развешивать для сушки. Нарезку тряпочек можно поручить детям. Что интересно, домочадцы очень быстро запоминают, где хранятся запасы чистых аккуратных тряпочек и начинают активно ими пользоваться. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и жмите на колокольчик, нам будет очень приятно!